Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки, заявил экс-глава ООС-219. Солдаты в СУ на востоке Украины. Москва, 13 мария новости. На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военным потребуется меньше суток, заявил экс-глава операции Объединенных сил, ООС, Украины Сергей Наев в эфире телеканала 1+,1. Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдет очень мало времени меньше суток. Главное в таком случае очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, сказал он. Наев добавил, что перед украинскими военнослужащими на данный момент не стоит задача захватить всю территорию Донбасса силовым методом. По его словам, Киев определил, что основной путь получения победы политико-дипломатический. Кроме того, экс-глава ООС выразил мнение, что ополченцы якобы рассчитывают проводить наступательные действия в Донбассе. Вчера, час 7. Военные в СУ отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР. «Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия на этих направлениях. Все средства постоянно готовы реагировать», – заключил Наев. Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ходе ротации вместо Сергея Наева на посткомандующего военной операции в Донбассе назначил Александра Сирского. 4 мая, час. Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта, сообщили в ДНР. Ситуация на юго-востоке Украины. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. По последним данным ООН, за более чем пять лет внутриукраинский конфликт унес жизни более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Тем не менее, даже после соглашения о перемирии между сторонами конфликта продолжается противостояние. 11 февраля 2018 года, 10 часов Минские соглашения Минские соглашения предусматривают незамедлительно и всеобъемлющие прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее в инфографике. Рио.ру Редактор субтитров А.Семкин